Этим семьям-новоселам, собравшимся на торжественное мероприятие в 24-й школе, даже сейчас сложно поверить своему счастью. Когда неожиданно пришло в Кузбасс крупнейшее за 100 лет землетрясение, им казалось, что вместе с домами рухнул и весь их привычный мир. Самый мощный толчок пришелся именно на Бочатский. Но с первых же минут после случившегося отреагировали сотрудники МЧС. Через полчаса губернатором области был уже создан оперативный областной штаб. Беловчане, видя эти меры, верили, они не останутся один на один со своей бедой. Наверное, этого дорогого стоит, а по-другому спасение может быть. И спасибо вам огромное за то, что поверили. И, кстати, еще один момент, который характеризует нашу область. Мгновенно практически вы это все помните. И даже еще получили сертификаты уже размерного строительства и уже были предложены варианты. Пенсионерка Надежда Третьякова сегодня получила ключи от квартиры в новом доме. Говорит, что не раз ходила смотреть, как буквально на глазах растет новый дом. Да, мы благодарны, во-первых, нашей местной администрации. Во-первых, вот эти документы были, такой был ажиотаж. И вот не было такого столпотворения, что как-то все было спокойно, уравновешенно. Сотрудники нашей администрации с нами работали все спокойно. Спасибо нашей администрации, спасибо администрации Белова, нашему главе города Гусарову. Ездили мы на вручение сертификатов, в собрание собирали. Все было отлажено, внимание было всем уделено. Все, кто внес свой вклад в общее дело, благодаря кому уже через полгода пострадавшие обрели собственное жилье, сегодня получали заслуженные областные и городские награды. Вы знаете, что первые три дома мы ввели в городе Белово, сегодня два дома здесь в Бочацком. Я сейчас, пока ехал сюда, извиняюсь за небольшую задержку, заехал, посмотрел, как у нас в Грамотеинах происходит строительство. С основным хочу сказать о том, что в настоящий момент ведутся там отделочные работы, и практически после Нового года те дома тоже мы заселим семьями, которые пострадали в результате землетрясения. Поэтому отдельное спасибо еще раз хочу сказать строителям компании «Монолит», Курносову, директору компании. Супруги Хомутовы в новой трехкомнатной квартире будут жить со своими двумя сыновьями. Анатолий Егорович и Валентина Ивановна по 20 лет отдали родному разрезу Бочацкий. Там же трудится дочь и оба сына. Квартира – праздник для всей семьи. Новое жилье не только красивое, но и сейсмоустойчивое. Кроме того, оснащено всеми приборами учета. Квартира очень большая и красивая. И главное, быстро так сделали, и все хорошо сделано. Куда не зайдешь, если так радоваться. Одно-двух-трехкомнатные квартиры – дело привычное, а вот девятикомнатную пока не удавалось получить никому. Дом Надежды Зотевой буквально сложился после землетрясения и многодетной семье, в которой семеро детей стало негде жить. Теперь они получили квартиру, соединенную из четырех. Жить в ней они будут не одни, а с семьей сестры Людмилы, у которой трое детей. Сами видели, что большая квартира, что есть где, что как бы не остались мы без жилья. Спасибо губернатору, спасибо главе администрации города Белово, строителям, что как бы для такой короткий срок они построили, сделали, что к Новому году мы отдали, что есть где, куда прийти с детьми. Помимо этих 46 новоселов, ранее ключи от нового жилья получили 60 пострадавших семей. Еще 100 ожидают новоселья в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok